здравствуйте дорогие друзья итак у нас война праздники все вместе вот вчера праздновали день независимости израиля тут же бомбы падают я думаю во всех странах сегодня такое итак глава и мор и сказал всевышний мосею скажи к ним сынам и арона и скажи им почему мы все еще не обращается к мосею с указанием скажи и тут же повторять скажи им и говорит что если первое скажи там это обращено к служителям храма то второе это уже речь идет о воспитании чтобы родители научили своих детей соблюдать законы и рабе файнштейн говорил что если первое скажи учить тому что сказать то второе указывает как сказать вот мы сегодня два слова поговорим о том как говорить вообще как разговаривать нас обычно учили что чем громче кричишь тем больше тебя слышно это немножко не так в торе часто используется слово добр говорит что означает тяжелый резкий разговор в данном случае наша глава называется эмор это скажи мягкое деликатное обращение и повторяя вот это вот эмор да которая подчеркивает что родители должны находить мягкую форму общения с детьми не приказывать их а как бы вот договариваясь с ними я понимаю что сейчас родители улыбнуться но тем не менее этого надо достигать вы написано вы привлечете больше пчел медом чем уксусом эта английская пословица эта поговорка невероятно правдивая и однажды известный раввинный психиатр аврам тверский мы о нем поговорим еще сказал что это 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 наша пословица да еще царь соломон писал мягкий ответ отвращает гнев а резкое слово возбуждает ярость и говорящие по-русски вообще знают что написано что добиться цели кнутом и пряником в этом выражении кнутом всегда все-таки предпочтение на первом месте да а в английском наоборот что сладкий можно добиться больше чем уксусом и царь соломон учит нас что добрым словом не только можно добиться желаемого но и как щитом закрыться от гнева потому что гнев это еще одна проблема наша даже есть время что людьми уже разгорелся гнев если уже конфликт есть доброе слово охлаждает это в то время как резко усиливает ярость что ощущает человека слушал свой адрес резкое слово оскорбили унизили казалось бы реакция самозащиты что резко ответить да но этот порочный круг еще больше разжигает конфликт разгневанный человек повышает голос там требует чтобы его слушали чем громче он кричит тем меньше его слышат ему громче кричат в ответ все очень просто не что-то меняет тональность разговора и с грубой на мягкую доброжелательный кто может разговаривать тот только способен унять гнев сказано наших древних книгах слова слова мудрых в спокойствии нахи знаете нахи чем слышнее тихие слова слышнее чем гнев чем крик правителя это царь соломон написал в экхлезиасте и надо прислушиваться к этим словам потому что они произносят вообще слова которые нахас свободны это спокойно произносится они намного сильнее но нахас вы врите не только спокойствие знаете как часто говорит другого имей нахас от детей там подразумевает что радость спокойствие там удачу да и своих притчах царь соломон учит подобно тому как человек смотрит на вот в воду и видит свое лицо хотим мы не хотим вот что мы чувствуем чеку человек подсознательно чувствует нам это так работает нам чувство отражается ничего нельзя сделать если в гневе кричишь на собеседника требуя к себе уважения там вызываешь только вывозь сердце гнев и неуважение если находишь силы преодолеть гнев там то же самое происходит тут тут еще сердце наполнено состраданием или каким-то уважением и даже и даже написано любовью к обидчику способен вызвать подобные чувства царь соломон не призывает в личи манипуляциям нет почти каждый человек обладает достоинством своим его за что-то можно уважать и каждый по-своему достоин снисходительности если вам сказали что-то неприятно не реагируйте тут же сказал тверски если вы отвечаете людям грубостью на грубость вы позволяете ему управлять собой вместо этого должен сказать я подумаю не только так сказать задним умом знаете многие мы всегда сожалеем что поспешили что-то не так сказали наша жизнь написано может измениться к лучшему если мы возьмем на себя право не реагировать не реагировать в полу гнева сначала подумать а потом говорить ответить грубостью это не только проявить неуважение к другому но и к самому себе написали мудрецы чтобы не реагировать на колкости человек должен укрепить себе чувство собственного достоинства и когда она не зависит от того кто там что говорит и так далее родители когда сердятся на непослушных детей им тоже следует не сразу реагировать а подождать какое-то время потому что в полу гнева ничего не услышано не будет наша недельная глава говорит что она учит искусству общения скажи им скажи коинам почему обращается аймор еще раз скажи им тут же говорится первое скажи обращено к служителям храма которые должны соблюдать законы а повторное скажи они с детям своих должны научить еще объясняют слова скажи понимается в то ли как мягкое деликатное обращение отлично говори который означает тяжелый разговор все то есть короче говоря тора подчеркивает что родители должны искать и вообще в общении в жизни мягкую форму общения с детьми и могу вам сказать одно что нам повезло из гидалия спинадель мне посчастливилось сейчас поучаствовать мы заканчиваем книгу симха не просто радость это авраама тверского которая надеюсь через месяц выйдет браха ватслахан